МОЩНЫЙ ПРОЖЕКТОР Маневрового тепловоза прорезает густой туман перед монтажно-испытательным корпусом. Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс «Байконура» начинается 5 декабря в 5 часов 30 минут по московскому времени. На вершине головного обтекателя «Союза-2.1А» наряду с российским. Флаг страны восходящего солнца, а также личный логотип космического туриста из Японии Юсаку Моэдзавы. 2 декабря на «Байконуре» у экипажа корабля «Союз МС-20» прошли контрольные примерка полетных скафандров «Сокол КВ-2». И осмотр транспортного пилотируемого корабля, который доставит к МКС участников экспедиции в посещение «ЭП-20». Успешный предприниматель Моэдзава займет свое место слева от командира корабля Александра Мисуркина. Справа от космонавта «Роскосмоса» — герой России — помощник Юсаку Йозо Хирану. Помощник нужен Юсаку Моэдзаве в качестве продюсера и оператора на орбите. Японский бизнесмен также оплатил тренировки дублера «Щуна Агисо». В паре с опытным российским космонавтом Александром Скворцовым они составили дублирующий экипаж корабля «Союз МС-20». Для космонавта «Роскосмоса» Александра Мисуркина это будет третий космический полет. Параллельно с подготовкой к этой ответственной экспедиции командир снимал видеоблог под названием «Космос не ждет». Серии получились настолько удачными, что удостоились наград премии за верность науке в Кремле. Александр Мисуркин также станет первым спецкором от информагентства на орбите. 17 ноября «Роскосмос» и «ТАСС» подписали меморандум о создании корреспондентского пункта на Международной космической станции. Александр Мисуркин будет рассказывать о жизни и работе на МКС. Его новости разместят в информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео на официальных страницах в соцсетях. А еще нам стоит ждать репортажа о космическом турнире по бандминтону. Ведь Александр Мисуркин не только руководитель федерации этого вида спорта в Орловской области, но и организатор первого турнира по бандминтону, который состоялся на МКС в 2018 году во время его предыдущей экспедиции на станцию. Марк сказал, что это очень помогает адаптироваться. Вдобавок Александр Мисуркин – обладатель мирового рекорда. По продолжительности игры сутки без перерыва он перекидывал баланс с жителями в Орловской области. К тому же командир пообещал японскому туристу сыграть с ним в бандминтон на орбите. 12 дней Юсаку Маяцзавы в космосе расписаны по минутам. У бизнесмена и орбитального туриста на МКС запланировано порядка 100 различных дел. Помимо съемок и спорта, это еще и множество экспериментов. Например, исследование под названием ЛАЗМА, поставленное совместно с учеными Орловского государственного университета. ЛАЗМА – это изучение изменения кровотока в организме в период адаптации к условиям микрогравитации при помощи российских неинвазивных лазерных датчиков. Маяцзава прославился как меценат и покровитель мира искусств. Прежде всего, когда приобрел картину без названия за рекордные 110,5 миллионов долларов. Полотно было написано маслом, акрилом и аэрозольными красками американским художником-авангардистом Жан-Мишелем Баскеа в 1982 году. В свой 46-й день рождения японский предприниматель и коллекционер современного искусства встретил на Байконуре. Специалисты Центра подготовки космонавтов преподнесли Юсаку сюрприз и тоже в каком-то смысле произведение искусства – дарственную стенгазету с автографами и рисунками. Поздравление от коллег озвучил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Юсаку Маяцзава также первым забронировал себе место для полета к Луне в создаваемом американцами корабле «Старшип». Но пока миссия SpaceX только набирает обороты, Союз МС-20 уже на стартовой площадке Байконура. Государственная комиссия подтвердила готовность ракеты-носителя «Союз-2.1А» и наземной инфраструктуры к запуску по программе 20-й экспедиции посещения Международной космической станции. Экипаж корабля и дублеры экспедиции с энтузиазмом ответили с космодрома на все вопросы предполетной пресс-конференции. Старт ракеты-носителя с пилотируемым кораблем намечен на 8 декабря 2021 года в 10.38 по московскому времени. Остается добавить, что экспедиция «ЭП-20» на МКС организована Роскосмосом совместно с компанией «Спейс Адвенчерс», которая в предыдущие годы уже отправляла в краткосрочные туристические визиты на МКС семерых землян. Сам полет к станции пройдет по четырехвитковой схеме сближения и займет 6 часов. Примерно столько лететь на самолете из Москвы в Дели. Большое космическое приключение начинается. Смотрите наши прямые трансляции, начиная с 9 часов утра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok